Существует нескольких производителей местей труда, нескольких разных феноменов, которые работают по-разному, в разные ситуации. Есть производительность рабочего места. Мы понимаем, что на предприятии что-то неинтересно, или воду, или что-то больше. Она, значит, на совсем моменте, это общество про интенсивность труда, рабочий вытащил мне 10-11. Более интересно, когда воду. Там главный фактор техническое совершенство. Понятно, что рабочий, работающий нескольковатый, как нас учат учебника ритметики, он дам что-то там какие-то сотни земляковых перепрыгнуть в своей работе. Там, в основном, технический фактор. В чем проблема? Проблема в том, что на следующем уровне, на уровне отраслей, на уровне экономики, главным фактором становится не техническое развитие, а, скорее, структурный сдвиг. Да, мы говорим, что Америка, и это первая ладонь. Можно иметь все больше и больше, иметь все более и более развитые рабочие места, поэтому отставать в... Я даже рентную составляющую не имею в виду, помню, что там не втянки, там и в бюджетном секторе нет. Но, ну, экономика вся стоит из производственных, из производственных этих самых. И все больше отставать от других стран, а производят более дорого, более маржинального продукции. Да, там, самое лучшее мере в выращивании, не знаю, там, бананов, оно будет, пожалуй, подставать по производительности труда, вот какой-нибудь там сейчас, модно, нейробиологический, нейробиологический, нейробиологический. И что вы с этим не делаете? Да. Значит, там главный фактор структурный сдвиг. И это очень серьезный вызов, на самом деле, потому что огромное возникает огромное желание, я начну работать с тем, чем я хочу вкладывать сеть, при ограниченных, там, человеческих ресурсов взять и закрыть, там, кусок экономик. Вот, госпожа Тетчер, Тетчеризм, да, она, что это дело, она взяла и закрыла углиный отрасль. Религия осталась, там, без работы, сам дурнус, в любом смысле слова, то есть, натурально было нечего сделать, доставал отрочно вынжать. Вот, но, при этом, производительность труда в Британии выросла, потому что, да, там, соответственно, менее развитая отрасль, значит, загнулась, постепенно идите, там, стали проводить что-то другое, и так далее. Значит, хорошо ли этот вопрос отдельно? Ну, и плюс, к тому же, если это там, и это главная проблема, да? В того момента, что, конечно, на умнеэкономике нас сильно замусорило ситуацию наличие аренды, поэтому напрямую сравнивать российскую экономику, я не знаю, хоть с белорусской, хоть с американской, даже бессмысленно. Нелод или другой, что наличие бюджетов, здоровенные, здоровенные, там, это самое, нефтегазовый сектор, его добавленная стоимость генерируемого рабочего места определяется не технологиями и неступлыми сдвигами, когда они нефтегазовый. Бывает, это, в общем, нефтегазовый сектор, а изменениями в цене этого самого продукта, который от нас зависит даже слабо. Хорошо еще, там, у прохорового на рынке, там, что, 70%, там, вот, плакина и там, что-то, 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 что-то. Соответственно, это одна ламп, вторая ламп, когда мы пытаемся предложить любую метрику производительности труда, общественном секторе. Вопрос сложный, значит, ну, вот эти вот все истории, что давайте один тоже преподаватель будет вести 300 часов, нет, 40, нет, лучше 150, и лучше не в неделю, а в день. Вот, а ну, вот, очень, ну, привет, кстати, палочная система в полиции тоже. Вчера, в прошлом году упер Вася на ростов 10 уголов, что в этом будут грабить 11, что преступники кончились. Зря окончили себя. Зря окончили себя. Зря окончили себя. Вот, это значит, ну, вот, значит, что делать с этой системой. Вопрос сложный, в основном случае, в обществе общественного сектора лучше оставить в стороне, да, в этой связи. Третий аспект, о котором мы часто забываем о том, это, чтобы об этом в советское время, в позднее советское время об этом начали говорить, потом не затекли. Хотя, в этом вот докладе первым он там был, что производительность труда, это еще и эффективность использования человеческих ресурсов при решении, как на основном, борьбе с бедностью. Да, в этой связи те, кто работают в нефтянке, они тоже работают на экономику, тем, кто на решение этих задач, те, кто работают там в оборонке тоже, там все, то есть это все население, да, можно брать. Но если вы уже все заняты, потому что там про младенцев и стариков, то вопрос более непонятный. Но зато там возникает вопрос о кванифицировании результатов. Хорошо, когда это бедность, чуть хуже, когда это там какой-нибудь общий уровень развития человеческого капитала, но хоть по образованию, по прорусской жизни, можно понять. То есть, как померить по безопасности, да, вот кто лучше решил там вопрос безопасности, я не знаю, Северная Корея или Южная, кто эффективно это сделает, что-то узнает. Явно, что обе стороны решали, явно напрягают все ресурсы своих стран. Хорошо Северной Кореи не демонстрировать, как хорошо о нем Пакистан и Индия. Значит, и здесь очень опасная штука смешания жанров, да, повторим первую историю, вроде бы у нас есть задача повысить там качество медицинской помощи, очевидно, что подход, пусть прием у врача занимает 15 минут, это хоть в другую сторону. То, что врач примет хреново тучи пациентов, от этого общее качество медицинской помощи при этом ухудшится. То, что преподаватель будет работать 140 часов в неделю или там 1140, ненасколько, или даже 200 часов в день, от этого общественное качество образования не возрастет, хотя вроде бы на своем рабочем месте он будет работать, демонстрировать деньги, пока не демонстрировать. Минута. Все, отлично. Значит, отсюда последние два замечания, что хорошим бенчмаркингом является, ну, согласно изыскания Владимиру Алексеевичу тоже, является отраслевой уровень, или мезоотраслевой уровень, там, где стыкуются первые и вторые подходы. В целом мы по средней отрасли, без учета ренты и без учета бюджетного сектора. То есть, вот этот нефтетек и нефтянку и социальные услуги просто выбрасывают из этой конструкции. Там у нас довольно значительное отставание, действительно, порядка четверти от сопоставимых стран, если говорить о Польше, если не ошибаюсь, вам не нужно идти по правилам на память. И отсюда вот это вот, знаете, второе, у нас будет падать, у нас, ну, с ближайших годов, без учета миграции, а мы не очень, как заготовок, массируемый завод миграторов, у нас будут падать трудовые ресурсы, соответственно, если мы хотим роста в нерентных секторах, ну, рост в рентных определяется, там, добыча нефти определяется опеком, а не нашими, там, хотелками. Мы там быстро его наращивать, все равно не сможем. Выбудок в бюджетности, так только загадочная. У меня производительность труда там должна расти быстрее, чем в среднем экономике, на 1-2%. Вот примерно та конструкция, то есть, если мы хотим рост в 3%, у нас должна производительность расти в, там, ну, 4,5-5%. Вот примерно масштабную задачу, которую перед нами ставят. Отсюда же мы в последний тейс. Это история про размещение, про стимулирование, как Шапошников говорил, мобилизация есть война, решение роста производительности труда, это решение о стимулировании сбыта. Это решение о резком стимулировании импорта, экспорта, об импортозамещении, с одной стороны и с другой стороны, о развитии, как ни странно, жилищного строительства, потому что, да, где-то все равно будет массовое освобождение, нам надо по территории переобучать и перемещать работу и силу. Спасибо.